Варзона 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 Но фишка в том, что из-за того, что на карте постоянно что-то происходит, постоянно где-то идет стрельба, постоянно что-то взрывается, летят самолеты Пока что очень странно работает уровень громкости С направлением никаких проблем нет, но почему-то уровни звуков очень сильно различаются Но больше всего по ушам давит именно вызов авиации с воздуха Самолеты летят настолько громко, я конечно понимаю, что в реальности они могут быть так же само Но извините меня, я играю в игру, я не хочу глохнуть каждый раз, когда этот самолет пролетает мимо Это наверное единственный минус по звуку, по остальному в принципе сказать ничего не могу Как звучит оружие в принципе нравится, определить их местоположение можно То есть откуда по вам стреляют, ну если у вас разумеется нормальные наушники Я не буду говорить за людей, у которых там стоит какая-то одна колонка, они там не могут понять откуда у них идет звук Если здесь играют в нормальных наушниках, все прекрасно определяется, откуда, куда, что стреляют, где ходят, сверху, снизу Все хорошо работает, звукопередача отличная Но вот именно уровни громкости в некоторых ситуациях, но оставляют желать лучшего, честно сказать Ну а теперь уже перейдем к самому главному, а именно к геймплею И это именно то, за что мне понравилась именно Warzone Я уже играл в огромное количество разнообразных королевских битв, и PUBG, и Fortnite, и VROE, и VAPEX, и там куча еще всяких было И вот где-то постоянно вот что-то вот меня не устраивало Вот в PUBG как-то все вот очень медленно, да и в принципе во всех практически королевских битвах все происходит как-то очень медленно То есть в PUBG там вообще там сидите, хрен знает сколько времени, можете по 10-15 минут сидеть на одном месте, вообще никого не увидеть Потом умереть где-то от одной пули и такой, а ну ладно, я пошел только в следующий бой В Warzone же так не работает, тут постоянно что-то происходит, динамика просто бешеная Вы постоянно куда-то бежите, вы постоянно с кем-то стреляетесь, постоянно кто-то стреляется рядом Постоянно вызываются какие-то удары с воздуха, с самолета, вот я о чем и говорил, о звуке Потому что самолеты, вот эти вызовы авиационных ударов, они блин часто происходят и очень часто глушат эти самолеты просто барабанные перепонки Но это именно то, за что вот мне понравилась Warzone Невероятная динамика В этой части Activision очень сильно поработали над геймплеем и избавились от всего ненужного в игре Для начала от обвесов Это просто гениальнейшая идея, избавить всех людей от установки прицелов, рукояток, компенсаторов и так далее Все вот эти шняги в бою То бишь, когда вы будете открывать сундуки и оттуда вам будет падать оружие На нем уже будут установлены какие-то слоты Если это какая-то зеленая вещь, может стоять просто какой-то прицел Если это уже фиолетовая, там уже будет и рукоятка, и компенсатор Если это уже там красная легендарная шмотка, в ней будут стоять вот просто все модули Но некоторые из вас могли подумать, ну вот блин, кому выпадет хорошие пушки, будут нагибать У них там будет меньше отдачи, у них там будет больше прицел Нет, это так не работает Пушки, которые вы достаете с как раз таки вот этих контейнеров Они по факту просто временные Основную вещь, которую вы должны делать в игре Это зарабатывать деньги И это опять же второе гениальнейшее решение, которое сделали Activision Они заставили игроков заниматься чем-то на карте Не просто сидеть, а действительно делать миссии То бишь по карте разбросаны разнообразные задания Это задания на мародерство, на захват точки, на убийство цели За каждое выполненное такое задание вы получите деньги и какие-то дополнительные бонусы Ну за убийство противников, понятно, вы получите их лут За захват точки вам покажется область сведения следующей зоны А за мародерство получите какие-то деньги и лут А все это нужно для чего? А для того, чтобы закупаться в магазине И вот тут вот дисбаланс вот этих самых оружий, которые вы достаете из сундуков Якобы одному человеку выбрало хорошее оружие, а второму плохое Это все нивелируется тем, что вы можете вызвать комплект Благодаря которому вы возьмете свой заготовленный набор оружий То есть вы можете прямо в меню зайти, во вкладку оружие, изменить комплект Создать набор комплектов И во время боя, вызвав вот этот вот комплект Либо просто найдя его в мире, это обычный аэродроп по факту Вызвав такой аэродроп, вы можете с него взять любой комплект уже ранее заготовленный вами Со всем оружием, которое вы туда возьмете, снаряжением и перками Так что по факту Activision поступила невероятно грамотно Она избавила людей от постоянного лутания, перестановки всяких модулей Поиску лучших вещей Вы можете просто бегать, убивать, захватывать точки, мародерствовать Потом просто вызвать аэродроп, взять комплект И продолжить заниматься все теми же самыми вещами Убийством врагов, не отвлекаясь на всякую ненужную ерунду Поверьте, большую часть времени вы будете пытаться выполнить какие-то задания Или найти противников, которых вы сможете убить для того, чтобы заработать денег Ибо магазин в игре это самая имбалансная вещь, которая только есть В игре вы можете купить самые полезные предметы, умения или перки, которые вам помогут в игре Но об этом я расскажу в каком-нибудь другом видео И следующее, что хочется сказать в плане геймплея То, что королевская битва это не единственный режим Activision добавили еще дополнительный режим добычи По факту, если говорить просто, это обычный дезмач Только в нем вы собираете бабло Ваша задача насобирать как можно больше денег и отправить их Тут вам не стоит бояться смерти, тут постоянные возрождения до момента окончания игры Вам не нужно париться о оружии, потому что вы идете в бой сразу со своими комплектами И можете сразу вступать в бой Но если вы подумали, что это просто какая-то такая ПВЕ разновидность королевской битвы То не все так просто Три лучшие команды на данный момент, которые имеют больше всего денег Подсвечиваются на карте И разумеется, к ним стягивается столько народа Что мама не горю, ребят, там такие зарубы идут И некоторым это может понравиться, некоторым нет Но факт в том, что такой режим есть И это разнообразие Это не просто королевская битва и все Захотели, пошли катать в королевскую битву Захотели, пошли катать в добычу Дальше с геймплейной точки зрения можно отметить только, наверное, один минус Ну, как сказать минус Игра позволяет играть только компанией из трех человек Либо соло Вдвоем вы не поиграете Ну, то есть вы поиграете, но будете попадать к командам, которые состоят из трех человек Соло режим же добавили совсем недавно Его раньше не было Его добавили буквально пару дней назад Я уже на самом деле хотел делать обзор гораздо раньше И думал сказать, вот блин, уроды Сделали только режим на три человека А что если у меня нет друзей А что если мне просто сейчас не с кем играть А тут они как раз-таки буквально пару дней назад сделали одиночный режим И теперь уже, скажем так, минуса нет как такового Ну, еще самая главная фишка игры Это кроссплатформенность То бишь, как и основная часть игры То есть основной мультиплеер Warzone поддерживает кроссплатформу То есть вы можете спокойно катать на ПК с консольщиками Консольщики могут спокойно катать против ПКшников Теперь, наконец-таки, все эти боители смогут доказать Кто круче консольщики, ПКшники и так далее Мне вообще на это пофиг Я считаю в этом только один плюс То, что катки быстро ищутся, ибо онлайн большой Народу тут до хрена Но, опять же, никто вам не мешает зайти И отключить эту самую кроссплатформу По крайней мере на ПК можно В целом, я очень доволен на самом деле Из тех королевских битв, которые существуют на данный момент Именно вот Warzone почему-то тянет меня постоянно в себя играть Потому что здесь постоянная динамика Постоянно что-то происходит Постоянно что-то взрывается Постоянно что-то туда-сюда происходит И, более того, я забыл упомянуть еще одну вещь Как я мог забыть? Просто вылетело из головы Самая офигенная фишка игры Это то, что после смерти для вас игра не заканчивается Это не как в обычной королевской битве Если вас убили Все, конец, выходим, перезапускаемся заново Нет, у вас есть еще, как минимум, шанс один возродиться То бишь, вы попадаете в ГУЛАГ Это место, в котором сталкиваются трупы Вас убили Вы туда попали с другими игроками Вас травливают один на один Выиграли дуэль Вернулись на карту Проиграли дуэль Уже выходите и перезапускаете Сказал бы я, но нет Даже если вы проиграли дуэль в ГУЛАГе И ваши, вдруг, союзники остались еще живые на карте Они могут вас возродить в магазине То есть они могут купить вас за 4,5 тысячи долларов Вот такая вот вы дорогая шлюха Но все-таки для живых вызвать вас не составит труда Это значит, что даже умерев Вы еще не проиграли Вы можете вернуться в бой И продолжить битву дальше Но опять же, это все будет зависеть от того Насколько ваши союзники скивалы Ну а на этом все Я, в принципе, все свои основные причины пересказал Если у вас есть желание То смело заходите, пробуйте Потому что все равно бесплатно Не понравится, но удалите А понравится, будете катать каждый день Ну а на этом все, друзья Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok